Телеканал КРТ представляет И опять же, несмотря на то, что прошло 30 лет с развала Советского Союза практически, объективно даже сейчас Америка фактически заблокировала продажу предприятия «Моторсич» китайцам. И это как раз уникальное предприятие, которое создавало именно двигателя, то есть самое важное в самолете, потому что там же есть очень важный момент, компонент и металл, из которого оно создается. И вот другие технологические особенности, нюансы, там целый сложный технологический процесс. И даже несмотря на то, что это предприятие столько лет фактически находилось в этапе таком очень плохом экономическом, даже сейчас мы видим, что, как говорится, ни себе, ни людям. Совершенно вы правильно сказали. Давайте заблокируем, чтобы только китайцам не досталось. Но и нам не достанется. Конечно, конечно. И мы почему-то видим такую политику, что у нас, опять же, очень сильное влияние Соединенных Штатов Америки как раз после 2004 года, оно просто гигантское. И мы объективно видим, что это идет систематическое уничтожение нашей авиационной промышленности. Если говорить именно языком таким вот народным, общепонятным, то это всем очевидно. Это очевидно украинцам, это очевидно китайцам. Идет просто блокировка, чтобы у нас ничего не развивалось. И все. А как вот наше правительство такое допускает? Ну, я еще дальше скажу. Наверное, вы это знаете, что, скажем, раньше было, так сказать, министерство промышленной политики, в которое входили вот эти предприятия, в том числе и авиационные предприятия. Потом, в силу каких-то обстоятельств, это министерство ликвидировали. И подчинение, как говорится, эти предприятия попали в Укробронпрому. Ну, какое отношение в прямом смысле оборонную прому, авиационная, так сказать, промышленность, тут, в общем-то, с натяжкой можно сказать. Но если бы истребители выпускали, я бы еще мог бы сказать. Да, тут еще можно согласиться. Частично там военно-транспортные, но это же модификация из пассажирских самолетов. То есть, никакого отношения к оборонному прому, в принципе, не должно было быть. Это раньше. А сейчас, тем более. Ну, наруководят там такие, как, ну, может, уважаемые, а может, не совсем уважаемые, наем. Вот и специалист великий в авиации. Или Абрам Мавич, руководитель оборонного прому. Ну, это вообще, по-моему, издевательство, когда ставят иностранца за такие должности. Поэтому, если руководители это поймут и все-таки они, ну, скажем, выведут из системы подчинения Укробронпрома, то и обратят внимание, хотя бы частично, хотя бы небольшие средства выделять, мы не говорим о больших средствах, выделять на создание новых проектов, они возвратятся, деньги возвратятся, когда будет создано, когда тот или иной, так сказать, еще с хорошей добавленной стоимостью. Так точно. А вот если мы вернемся к вопросу именно протекционизма, мы же видим, как, например, американский президент едет в Саудовскую Аравию и просто выбивает из них контракт на американские самолеты. Мы видим, как Владимир Путин на авиасалоне там просто договаривается напрямую с лидерами стран для того, чтобы там подписывали контракты на их самолеты. Мы видим, как и там все страны, которые производят самолеты, там военные, транспортные и так далее, то есть они просто являются лоббистами своей авиационной промышленности. И это является неким таким, знаете, политическим, что ли, больше вопросом, нежели именно экономическим. Почему у нас в Украине, имея все это под своим боком, у нас фактически, я не говорю за международный лоббизм, который, как бы, объективно нужен. Даже здесь, даже вот мы не можем внутренние перевозки заказать наши украинские самолеты, заказываем Боинг, заказываем Airbus. Наши украинские компании, там, МАУ, спросить, на каких самолетах они летают? Я знаю, на каких самолетах они летают. Боинг, 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 Airbus. Ну, как это так? И даже вот если вот брать авиакомпанию «Украина», которая там государство обслуживает, ну вот почему нету нормального здорового лоббизма именно для того, чтобы хотя бы работала наша авиационная промышленность? Я не говорю развивалась, я говорю работала. Да. Ну, я скажу, пример приведу. Вы, наверное, тоже читали в интернете, якобы у Караборонтромовцы, ну, как подразделение, заключилось в Перу контракт на один самолет Ан-178 для их полиции, милиции, там, или чего-то. И этот контракт было поручено, а мы же подчинены, Караборонтрому, ну, создавать Антонову. Хорошо? Для того, чтобы создавать, нужны деньги. Значит, давайте, уважаемые перуанцы, аванс. Аванса перуанцы пока не дают, но вы создавайте. Оборонтром не дает. Но Оборонтром говорит, вот ту часть, которая, это самое, 18% отдайте нам. Так мы еще ж не получили. Не отдавайте нам. То есть это нонсенс вообще, так сказать. Вот этой структурой, я опять же возвращаюсь, Оборонтрому. Ну, там просто премии, чиновники должны себя выписывать по 800%. Может, их просто денег не хватает? Ну, наверное. А им, чтобы перуанцы перечислили эти 18%, у них будет возможность такая. Здесь как раз-то я, наверное, понимаю, что вроде как и все, вроде как все, к сожалению, идет. А по Сауде тоже, я вам скажу, в свое время были, так сказать, контакты, Саудовская Аравия заинтересовалась проектом нашим. То есть Сауды, насколько мне известно, решили так же, как когда-то иранцы, на базе какого-то самолета создать свою авиационную промышленность. Иранцы ее создали на базе Ан-140. И до сих пор там они выпускают уже этот самолет, уже как бы без нас, платя нам роялти. А Сауды тоже как бы хотели пойти этим путем. И они, скажем, прозондировали, какие самолеты Антонов создавал. И их заинтересовал старый самолет Ан-32, который для Индии был. Индусы заказывали. Более 100 самолетов, там 110 или 115 самолетов. И они до сих пор летают, сейчас модификацию делают там и так далее. То есть это рабочая ложь, так сказать. Не только для военных, а вообще для перевозок. Средний транспортный самолет. Вот они сказали, типа такого, но только чтобы с современной авионикой, современной, чтобы с цифровой кабиной. И с Антоновым заключили как бы договор. Антонов делает им вариант. То бишь мы делаем Ан-132, не 32, Ан-132 демонстратор. Ну пока вот такой. Ну и тут, как это известно, вмешиваются товарищи американцы. И они убеждают, что не нужно иметь дело с Антоновым, с этим самолетом. Вот наши самолеты, так и так далее. И Сауды. То есть фактически американцы уничтожают конкурентов прямым текстом, если разбираться. Фактически американцы уничтожают конкурентов.